Большие морские дни страны сегодня стартовали в Мурманске. Международная выставка «Море ресурс и технологии» в 17-й раз открыла свои двери. Российские иностранные компании представили свои лучшие предложения разработки. Материал моего коллеги Андрея Зайцева. Технологии рыболовства, аквакультуры и переработки, образование и наука. Новейшие разработки России и зарубежья в этих секторах вновь представили гостям участники экспозиции. Последние исследования появляющихся в Арктике потенциальных районов промысла открывают перед рыбаками новые перспективы. Очень много сайки, порядка 90%. Есть палтусы, крабы, креветки, окунь. Поэтому понятно, что это большая удаленность и сложности с работой. Но как раз наша задача состоит сейчас обсудить, как это все осваивать. Зарубежные партнеры в этот раз представлены компаниями пяти стран. География участников выставки меняется. Неизменными остаются лишь наши скандинавские соседи. Очень видно, что наши северные и вообще наши контакты между нашими странами не продолжаются. И они очень конкретные и конструктивные. Море ресурсотехнологии ежегодно привлекают и старых, и новых участников. Интерес к отраслевым достижениям не уменьшается. Нам удается сохранить количество участников, именно благодаря тому, что мы в этом году привлекли внимание Федерального агентства по рыболовству. Благодаря тому, что они свой форум проводят, у нас новые гости появились. У нас очень много в этом году, если бы обратили внимание, предприятий, связанных с судоремонтом, судостроением. Отечественный судоремонт и судостроение. Сегодня в центре внимания в свете решений последнего президиума госсовета. Переориентация на российские верфи, дополнительные квоты. Все это подталкивает рыбаков к новым контактам. Все как раз в кельваторе того законопроекта, которым сейчас работает Федеральное агентство по рыболовству, Минсельхоз. Очень много представлено судостроительных организаций. Санкции, импортозамещение, снижение цен на мировые ресурсы, экономические сложности. Все эти темы так или иначе, но придают особый оттенок выставки. Оттенок твердой доброй воли. Сегодня есть возможность, по крайней мере, очередной раз продемонстрировать, что мы готовы к сотрудничеству. Мы готовы к сотрудничеству полноценно во всех отраслях, как в рыбодобыче, так и в рыбопереработке, в освоении новых технологий. 62 участника из 10 регионов России и 5 стран. Выставка, как не раз отмечалась на открытии своей актуальности и современности, не теряет. Надо держать руку на пульсе, ежедневно намечая и корректируя новые задачи и цели. Три дня десятки предприятий, компаний, организаций, учреждений из России и Норвегии, Прибалтики, Японии, Испании и Хорватии будут демонстрировать свои товары и услуги, пытаясь воплотить в жизнь негласный девиз любой бизнес-выставки, чтобы контакты преобразовались в контракты. Андрей Зайцев, Михаил Нахайчук, Вести Мурман.